Здравствуйте! В эфире Первого Приднестровского телеканала программы в центре в студии Инна Делева. 10 лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулез глобальной проблемой. Днем борьбы с этим заболеванием выбрано 24 марта, день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя болезни. Ежегодно туберкулез уносит жизни более полутора миллионов человек в мире, но при хорошем уровне медицины это заболевание не только не смертельно, но и излечимо. О том, как обстоят дела с этим заболеванием у нас в республике, мы беседуем с исполняющей обязанности главного врача республиканской туберкулезной больницы города Бендеры Нелли Обезвенко. Нелли Михайловна, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, первый вопрос. Как происходит заражение? Как человеку узнать, что он болен? Что это вообще за болезнь? Для начала заражение туберкулезом происходит незаметно для самого человека. Это первая и основная проблема в афтезиатрии. Потому что микобактерия туберкулеза передается воздушно-капельным путем, когда больной человек кашляет, другой вдыхает и при этом заражается туберкулезом. Причем инкубационный период, скрытый, когда болезнь незаметно для человека протекает, развивается от двух месяцев до многих лет. И поэтому первые симптомы туберкулеза, к сожалению, не проявляются никак. Человек считается бездоровым, пока уже не развивается запущенная форма этого заболевания. Сначала он выявляется только при массовой флюорографии. Поэтому мы всегда призываем всех обязательно ежегодно проходить данный вид исследования, который абсолютно безопасен, безвреден и безболезненен. И тогда выявится самая начальная малая форма, при которой никаких симптомов нет. Можно ли заразиться, допустим, через мясо, через молоко? Через что люди заболевают? Существует бычий тип, когда через молоко зараженного животного тоже возможно заражение. Но это крайне редко. Чаще всего болеют люди, ухаживающие за данным больным животным. В массовом отношении это достаточно крайне редко бывает, что люди заразились через мясо или молоко. Потому что термически оно обрабатывается, и микобактерия, как правило, погибает при кипячении. Наверное, один из самых главных вопросов – излечим ли туберкулез? Да, излечим на 100%. Своевременно выявленный туберкулез излечим на 100%. Это надо четко понимать. Каким образом происходит, кроме флюорографии, определение туберкулеза? Допустим, мы знаем с детства реакцию МАНТУ. Есть ли какие-то уже новые формы определения, болен человек туберкулезом или нет? Туберкулез определяется у деток до сих пор реакцией МАНТУ. Кроме этого, существует диаскин-тест, который в России – это тоже кожная реакция, более высокоспецифичная. Ее специфичность составляет 99%. У нас в республике данный вид обследования тоже в этом году будет внедряться, но пока только на уровне апробации. В России тоже он применяется, но тоже не массово, потому что дорогостоящие сами реактивы. Кроме этого, есть иммуноферментные обследования крови. Которые позволяют определить, скорее, не то, что человек болен, а его склонность к данному заболеванию, предрасположенность. Но основными методами выявления туберкулеза остаются исследования мазка мокроты. Когда человек кашляет, задает мокроту, и там определяет, есть у него туберкулезная палочка, либо ее нет. И также флюорография. Самая надежная и безопасная, как была флюорография, так она и остается, потому что она позволяет выявить изменения в легочной ткани до одного сантиметра. То есть очень малую форму, самое начало, когда курс лечения будет наиболее кратким и безопасным для человека, и комфортным. И он быстрее восстановится и встанет опять в строй. Какие категории граждан и какие профессии наиболее подвержены заболеванию туберкулезом? Кому нужно чаще проходить флюорасследование и более тщательно следить за этим заболеванием, чтобы оно не развилось? Любому человеку нужно проходить флюорографию один раз в год. Любой человек имеет легочную ткань, он дышит и может заболеть туберкулезом. Да, есть группы риска, но эти группы риска связаны скорее с сопутствующими заболеваниями. Это люди, которые страдают неспецифическими заболеваниями, то есть это хронические бронхиты. Кроме того, это люди, которые страдают с тахарным диабетом, язвенники, ВИЧ-инфицированные люди и относятся к группам риска. Остальное население, любой человек, начиная с 15 лет, должен проходить флюорографию, подростки в том числе. Потому что, к сожалению, у нас в регионе существует эпидемия туберкулеза. Это не так, что все это ужасно и мы завтра все умрем. Нет. Но в то же самое время инфицированность нашего населения составляет 85%. То есть у 85% взрослого населения туберкулезная палочка есть в крови. Эта проблема существует уже давно, потому что мы живем в регионе, где существует резервуар туберкулезной инфекции. Он уже существует не один год. Это проблема всего мира. Нет туберкулезной инфекции только в развитых странах. Это Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты Америки. Во всех остальных странах эта проблема существует. Поэтому и Всемирная организация здравоохранения объявила Всемирный день борьбы с туберкулезом, потому что она констатировала, что эпидемия есть. Кроме этого, Глобальный фонд свою программу начал притворять в жизнь. Это программа по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и малярией, когда они тоже признали, что во всем мире существует эта проблема, и во всем мире есть эпидемия. Дело в том, что наша туберкулезная палочка еще склонна к мутации. И поэтому не так легко ее убить. Не так легко заразиться туберкулезом. Не надо забывать, что заражение не происходит быстро. Это не вирус. Вирус приводит к заражению в течение нескольких часов. А туберкулезная инфекция для того, чтобы заразиться от больного человека, нужно прожить с ним рядом не один день, а то и несколько месяцев подряд. То есть длительно и тесно общаться с этим человеком. Длительный и тесный контакт приводит к заражению непосредственно от больного человека. А при инфицировании, когда у человека уже есть в крови данная палочка, только ослабление иммунитета с помощью недоедания, голодания. Наши молодые девочки сейчас очень грешат диетами, так как надо быть стройными и красивыми. Это тоже может привести к развитию заболевания. Кроме этого, вредные привычки. Алкоголизм и курение тоже ослабляют иммунную систему. В результате человек заболевает туберкулезом. По поводу иммунной системы. Может ли человек, переболев туберкулезом, получить иммунитет? Или он все-таки не защищен потом? Скажем так, человек, переболев туберкулезом, излечив его, знает прекрасно, как он к этому пришел. Он меняет свой образ жизни. Поэтому очень редко, когда он заболевает туберкулезом повторно. Чаще всего рецидивы данного заболевания бывают у социально дезадаптированных лиц. Это алкоголики, это бомжи. Люди, которые абсолютно не следят за своим здоровьем. Люди же, скажем так, с нормальным статусом, которые случайно заболели, они поняли, почему они пришли к этому и повторно не болеют. Мир Михайлович, такой вопрос. Заболел человек. Как быть в семье? Как не заразиться членом СИБИ туберкулезом? И вообще, как быть обществу вокруг такого человека? Ну, ни в коем случае нельзя отвергать этого человека, потому что человек, любой человек может заболеть. И очень важна именно психологическая поддержка. И надо помнить, что человек не в состоянии при одном разговоре или при рукопожатии заразить другого. У нас люди сталкиваются, больные туберкулезом, сталкиваются с проблемами, что они становятся изгоями. Изгоями в семье, изгоями на работе. Они считают, что они падают на дно этой жизни. И вот этот именно момент усугубляет течение процесса. И этот момент мешает лечению данного заболевания. Хотя на самом деле это давно перестало быть позорной болезнью. Люди все болеют. И у нас, к сожалению, сейчас и верхние слои общества стали болеть. И люди абсолютно благополучные. Но так как одной из причин ведущих сейчас стал хронический стресс, есть такое понятие в медицине, это тоже одна из причин, которая ослабляет иммунитет. Поэтому, да, это заразное заболевание. Не всегда это бывает открытая, заразная форма заболевания. Бывает только начало. Вот когда это самое начало, человек безопасен для окружающих. Он безопасен для своей семьи. И при соблюдении элементарных норм и правил гигиени, он является безопасным, если он нормально лечится. Для лечения необходима диета. Как питаться человеку больному туберкулезом? Может, даже не диета, а просто особая форма питания. Что нужно делать, чем питаться, чтобы победить? При туберкулезе главное, как мы говорим, всегда усиленное питание. Есть расхожее мнение, что туберкулез лечится борсучим жиром или собачьим мясом. Только это относится к той же теме, что туберкулез неизлечим. Это все неправда. Достаточно усиленного, полноценного питания, богатого белком. То есть, если человек заболел, пост, православный пост, это не для него. Он обязательно должен кушать мясо, он обязательно должен пить молоко, желательно козье молоко, так как оно богато полноценными белками и жирами. И все остальное ему можно и нужно. Никаких ограничений в пище, если он не имеет иной патологии, проблем с желудком, с печенью нет. Мы уже говорили, в принципе, о том, что нужно делать, чтобы уберечься от заболевания. Но если еще раз обобщив. Скажем так, основа для того, чтобы не заболеть туберкулезом, это первое, вести здоровый образ жизни. Второе, это нужно прививать себе и своим детям с детства такие нормы, как гигиена кашля. Это когда ты кашляй, прикрой рот и нос, и никогда не позволяй никому кашлять на себя. Это элементарные нормы гигиены, уберегут любого от туберкулеза. И от других заболеваний. Спасибо. Будьте здоровы. В начале февраля в Рыбнице открылся Центр по профилактике туберкулеза и помощи больным. В ряде медучреждений установлены новые стационарные рентгеноборудования. Планируется закупка флюроавтобусов. Но самое главное, это наша собственная забота о своем здоровье. Это тот случай, когда можно сказать, наше здоровье в наших руках. Это был проект в Центре. Всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова